Всем привет! Меня зовут Лена и вы на канале магазина kugasamokat.ru Официального представителя электросамокатов KUGA в России Сегодня у меня весьма необычный самокат, модель которая появилась в 2019 году KUGA C1. Он не совсем похож на большинство других электросамокатов, из-за чего его часто называют мини-скутером. Одной из его отличительных особенностей является наличие корзины. Но давайте обо всем по порядку. У данной модели задний привод. Мотор-колесо мощностью 500 ватт и 48-вольтовый аккумулятор емкостью 11 ампер-часов. По словам производителя, он может развивать скорость до 35 км в час, а максимальная дальность пробега составляет 30 км. Насколько мне известно по отзывам, эти данные соответствуют действительности. Разгоняться кому-то удавалось даже быстрее. Но, конечно же, как только в Москве закончится безобразие с карантином и электронными пропусками, мы обязательно проверим все самостоятельно. Кстати, пишите в комментариях, с какими моделями вам было бы интересно увидеть сравнение C1. Колеса у него 12-дюймовые, оба надувные. Были бы немного пошире и правда получилось бы как у мопеда. Но, к сожалению, давление в шинах – это единственное, что будет оберегать вашу попу от ударов на кочках. Дополнительной подвески тут не предусмотрено. Отсутствует даже простенький подсидельный амортизатор, такой как на М4. Зато к плюсам однозначно можно отнести тормозную систему, которая состоит из двух механических дисковых тормозов – переднего и заднего. Ручки похожи на велосипедные и располагаются на руле. К плюсам также можно отнести и проходимость, ведь благодаря колесам дорожный просвет составляет 14 см. Однако, тут есть несколько оговорок. Во-первых, нижняя крышка батарейного отсека выполнена из пластика. Да, она расположена высоко, но если вы все же наткнетесь на какой-нибудь камень или выступ бордюра, вашему аккумулятору может не поздоровиться. А во-вторых, крылья у колес тоже весьма скромные, так что ездить по грязи и лужам стоит тоже с осторожностью. Также мне показалось не очень правильным решением оставлять ничем не прикрытые провода за передним колесом, так как вся грязь и песок из-под колеса будут лететь именно туда. Хотя, по идее, при нормальной эксплуатации с ними ничего не должно произойти, но все же при возможности я бы дополнительно их чем-нибудь заизолировала. Так же, как и другие места входа кабелей в батарейный отсек и к мотор-колесу. Сама батарея, однако, упакована достаточно неплохо и плотно лежит под декой. Сиденья у него немного регулируются по высоте, а вот высота рулевой стойки остается неизменной и составляет всего 93 см от пола, что напрочь исключает возможность взрослым людям кататься стоя. При этом рабочая длина деки не такая уж и большая, всего 45 см, и высоким людям явно не хватит простора для ног в сидячем положении. Большим плюсом такой конструкции рамы является ее надежность. Так как вся эта часть выполнена из стальных труб, то люфтите ломаться тут нечему, а узел складывания рулевой стойки в данном месте практически не испытывает нагрузки. Рукоятки руля не складываются, так что люфт тут также исключен. Разумеется, говорить о компактности транспортировки в общественном транспорте тут вряд ли приходится. Можно только полностью снять горизонтальную часть руля, открутив болт в месте крепления. Вес модели с корзиной, которая идет в комплекте, составляет 21 килограмм. Ездить на нем можно райдером с максимальным весом до 120 килограмм. Но с такой комплекцией вы скорее всего будете ощущать себя как нахохлившийся попугай на жердочке. Из светового оснащения в самокате есть передняя фара, такая же как на моделях серии М. Расположена она достаточно высоко, светит ярко, а угол наклона регулируется. И сзади стоит стоп-сигнал, который автоматически загорается при торможении. Включается освещение кнопкой на руле. Рядом есть кнопка звукового сигнала. Вместо курка газа теперь установлена поворотная ручка, как на мотоциклах. Сам самокат включается и выключается с помощью бортового компьютера, который также отображает текущую скорость, пробег самоката, заряд батареи и выбранный скоростной режим. Для включения и переключения скоростей есть всего одна кнопка, так что дополнительные настройки у самоката отсутствуют. В комплекте есть также два брелка сигнализации, которая при попытке передвинуть или включить самокат начинает издавать громкий звуковой сигнал и блокирует мотор-колесо. Но использовать ее вместе с тросовым замком все-таки надежнее. Подводя итог, могу сказать, что это вполне неплохая бюджетная модель, но для определенных целей. Он больше подходит для дачи или небольших городов, чем для активной езды по мегаполису. Отсутствие амортизаторов, скорее всего, будет заметно в городе при проезде многочисленных бордюров. Да и для транспортировки в общественном транспорте его вряд ли назовешь компактным. А вот большие колеса на грунтовых дорожках должны показать себя хорошо. Например, кинуть полотенце в корзину и сгонять с ребенком на речку, мне кажется, для этого он был бы идеален. Благодаря наличию сидения и корзины это также неплохой вариант для людей в возрасте. А вот высоким людям эта модель вряд ли покажется удобной. Если у вас возникли сложности с выбором подходящего для вас самоката, то можете посмотреть наши обзоры на другие модели. Или же обратиться к нашим консультантам, и они обязательно подберут для вас что-нибудь исходя из ваших целей. Если же вы уже определились с моделью, то можете заказать ее на нашем сайте не выходя из дома, с доставкой по всей России и оплатой при получении. Ссылка на наш интернет-магазин будет в описании под роликом. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok